Здравствуйте, дорогие мои! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу представить вашему вниманию очередные книжечки. Мои книги выходят под псевдонимом Elizabeth Ayrn. Соответственно, у меня есть сайт bazook.com, на котором я тоже опечатываюсь и публикуюсь как Elizabeth Ayrn. Этот псевдоним у меня уже давно, где-то примерно с 2010 года. Вот я взяла себе этот псевдоним. И сначала я писала рукописи под этим псевдонимом, но с 2012 я уже начала писать свои произведения и публиковать их на сайте bazook.com. Если вам интересно, обязательно перейдите по ссылочке под видео и можете ознакомиться там со всеми моими произведениями и со всеми моими работами. Но сейчас, как я уже вам сказала, я хочу вам показать свои новые книжечки. Это книжечки для детей, конечно же, для взрослых я тоже пишу, но сейчас я вам покажу именно те книжечки, которые у меня вышли для детей. Ну и давайте посмотрим. Это уже, конечно же, не первая книжка с детскими рассказами и сказками. Это вот третья часть. Здесь немного, конечно же, сказок и рассказов, но я над этим работаю. И вскоре эта книга будет перевыпущена и с другой обложкой. Помимо этих рассказов и сказок будут еще другие, которые помогут сделать книгу более интересной, более насыщенной. Как вы видите, опять здесь есть такая вот прозрачная обложка. Затем идет основная обложка, на которой есть надпись и моя фотография. Год выпуска 2016. Дальше. Внутри вот так выглядят печатные издания. Буквы в меру большие. Ребенок, который учится читать, сможет самостоятельно попробовать это сделать. Также есть картинки после названия и немножечко попозже. Например, видите, или в конце тоже есть разные картинки. Здесь вот тоже, видите, есть. Вот так вот выглядит содержание. Здесь четыре моих работы. В содержании здесь указано то, что есть в этой книге. Это «Маленький волчонок», «Белочки», «Тетя Лиса» и «Ох, уже эти дети». Здесь и 14 страниц. Именно с рассказами и сказками. Дальше идет для заметок листочек. И уже политурка. И прозрачный последний вот такой вот слой обложки. Эта книга, это уже не продолжение. Эту книгу я придумала создать отдельно. То есть помимо рассказов и сказок, не совмещая эти вот произведения с другими. Так как здесь именно раздумья и советы находятся. И называется эта книга «Что делать, если некого спросить» или «Учимся рассуждать». В этой книге я подвожу итоги, обсуждаю темы, которые глубоко касаются каждого из детей от начала общения с обществом. Например, о том, что такое «Я-беда», о том, как нужно относиться к тем, кто заставляет делиться, отдавать что-то. То есть в этой книге я обсуждаю самые такие важные моменты, которые касаются каждого ребенка, как только он находится в обществе, как только он начинает общаться, дружить и встречает разных людей, которые вот каким-то образом пытаются на него давить. То есть я обсуждаю эти темы, рассказываю, как к этому относиться, хорошо это или плохо, и как поступаешь с людьми, которые вот к тебе вот так относятся. Ну и давайте посмотрим саму книгу. Здесь, как вы видите, опять же прозрачная такая обложка, затем основная обложечка идет, затем название, под низом год выпуска 2016, дальше «Как зарабатывать деньги», ну и все такое. То есть пошли сами непосредственно работы. Вот здесь тоже достаточно удобный шрифт. На произведение ушло 24 страницы, в содержании указано, что здесь находится. Это такие вот 5 произведений, как «Как заработать деньги», «Нужно отделиться», «Чужая игрушка», «Страхи» и «Кто такое шестера». Вот так вот выглядит содержание. И затем опять же есть для заметок листочки, для того, чтобы ребенок мог для себя выписать самые главные мысли. Вот, и в принципе, или родители могли что-то написать. И сзади вот такая вот красивая тоже обложка, и затем опять же прозрачная, для того, чтобы защитить от воды, от влаги, чтобы книжечка хорошо выглядела и хорошо сохраняла свой внешний вид. На этом все, дорогие мои. Очень надеюсь, что мои книги вас заинтересовали. Если это так, переходите на сайт www.vazuk.com. Ссылочка находится под видео, напомню вам, дорогие. И если вы хотели бы приобрести такую книгу, то, в принципе, вы можете их заказать у меня, написав мне на странице ВКонтакте. Ссылочку я тоже оставляю под видео. Вот, и пока что эти два издания идут за 50 гривен, потому что это считается пока что подарочным изданием, пробным. Так что, в принципе, поторопитесь. Если вас заинтересовало эти книги, вы можете приобрести две по цене 2 доллара. Обычно одна книга стоит 2 доллара. Так что, думаю, довольно-таки интересная тема для тех, кто любит именно книги в печатном издании. Если это не так, переходите, читайте, пересказывайте то, что прочитали, именно уже непосредственно с сайта. До новых встреч, до новых публикаций. Всего вам хорошего. Пока-пока.